Здравствуйте, дорогие ребята! Рада вновь приветствовать вас на уроке русского языка. Ребята, наверное, многие из вас узнали этого человека. Это Ганс Христиан Андерсон, выдающийся датский писатель, автор всемирно известных сказок для детей. Ганс Христиан Андерсон родился 2 апреля 1805 года в городе Оденси. Отец Андерсена был сапожником. Мать происходила из бедной семьи и всю жизнь проработала прачкой. Любовь к книгам мальчику привил его отец, который очень часто читал ему сказки разных авторов. Ганс Христиан Андерсон является автором таких знаменитых сказок, как «Гадкий утенок», «Дюмовочка», «Русалочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Огнива», «Пятеро из одного стручка». Наверняка вы все читали эти сказки. Сегодня на уроке, ребята, мы прочитаем его сказку «Снежная королева». Прежде чем мы начнем чтение, предлагаю посмотреть отрывок из одноименного мультфильма. Смотри, смотри, ласточка принесла цветочек. Я тоже хочу сделать тебе подарок. Вот, я вырастила ее для тебя, а эту я вырастила для тебя. Спасибо. Ай, давай пересадим их в один горшочек. Давай. И пусть они будут неразлучны, как мы. И пусть они дружат, как мы. И пусть они любят друг друга. И пусть они любят друг друга, как мы. Да. А сейчас, ребята, откройте, пожалуйста, учебники на странице 85. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удается отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комными цветами в горшках, жили двое бедных детей. Но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в мансардах смежных домов. У родителей было по большому деревянному ящику. В них росли коренья и небольшие кусты роз. В каждом по одному, осыпанные чудными цветами. Родителям пришло в голову поставить эти ящики на дно желобов. Таким образом, от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Так как ящики были очень высоки, и дети твердо знали, что им нельзя карабкаться на них, то родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивали они тут. Зимою это удовольствие прекращалось. Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка, Кай и Герда. На дворе перепархивал снежок. «Это роятся белые пчелки», – говорила старая бабушка. «А у них тоже есть королева?» – спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть такая. «Есть», – отвечала бабушка. «Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле. Вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами». «А снежная королева не может войти сюда?» – спросила раз девочка. «Пусть-ка попробует», – сказал мальчик. «Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает». Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом. Следующая страница, ребята, 87-я. Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький, оттаивший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них побольше упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканной, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительного белого льда и все же живая. Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула. Мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. Ребята, а что случилось дальше, давайте узнаем, посмотрев отрывок из мультфильма. Я заклинаю вас, осколки ледяные, Я заклинаю вас, моей волшебной властью, летите прочь и в диком шуме ветра Носитесь над землею и впивайтесь в глаза, в сердца Людишек этих грубок. И тот, кому осколок в глаз вонзится, Пусть видит всюду лишь одно дурное, А тот, кому стекло вопьется в сердце, Пусть станет злым, и только зло на свете горит всегда. Пусть будет так. Летите. Ой, какая метель. Давай посмотрим. Давай. Снежная пролева. Она заглянула в наше окно. Поскорее не закройте окно. Островая пердинка кайнула у меня в глаз. И в сердце. Ой, можно, я посмотрю. Островая пердинка кайнула. Ну, чего? Все прошло. Должна быть выскочила. Маши цветы! Выброси их на помойку! Бабушка! Бабушка! Не плачь, Герда. А сейчас, ребята, давайте ответим на вопросы, которые даны в рубрике. Что вы узнали о мальчике и девочке? Мальчика звали Кай, девочку Герда. У них был садик, в котором росли розы. Дети очень много времени проводили вместе. Ходили друг к другу в гости по крыше. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Ответьте на следующий вопрос. Как автор описывает снежную королеву? Найдите, пожалуйста, этот отрывок в учебнике. Нашли? Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда, и все же живая. Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Следующий вопрос. Как вы думаете, ребята, может ли ледяное сердце изменить характер Кая? Да, конечно, мы в этом убедились, просмотрев отрывок из мультфильма. Мы стали свидетелями того, как Кай превратился в очень грубого и резкого мальчика, способного обидеть Герду. Ребята, прочитайте эти отрывки еще раз и составьте к ним план, который поможет вам легко пересказать эту часть сказки. А мы переходим к изучению грамматического материала. Тема сегодняшнего урока – окончание существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже множественного числа. Вы уже знаете, что в именительном падеже множественного числа существительные имеют окончания А, Я, И, И. Например, берега, края, стрелы, мысли. А сейчас я предлагаю выполнить следующее упражнение. Номер 184. Напишите существительный в единственном числе в три столбика по родам. Выделите окончание. Ребята, мы знаем, для того, чтобы определить род имени существительного во множественном числе, нужно поставить этот существительный в единственное число. Так мы и сделаем. Но записывать в столбики будем имена существительные во множественном числе, чтобы понаблюдать за окончаниями. Итак, крылья. Поставим это существительное в единственное число. Крыло. Мое крыло. Существительное среднего рода. Во множественном числе имеет окончание Я. Воробьи. Воробей. Существительное. Мужского рода. Облако. Существительное. Среднего рода. Орел. Существительное. Мужского рода. Гнезда. Мое гнездо. Существительное. Среднего рода. Птицы. Птица. Существительное. Женского рода. Перья – перо, средний род. Яйца – яйцо, средний род. Цапля – существительное женского рода. Аист – существительное мужского рода. Сороки – поставим это единственное число. Сорока – существительное женского рода. Птенцы – птенец, относится к мужскому роду. Кукушки – кукушка, существительное женского рода. Дятлы – дятел, в единственном числе, относится к мужскому роду. Соловей – соловей мужского рода. Чайка – существительное женского рода. Ласточка – существительное женского рода. Деревья – существительное среднего рода, в единственном числе дерево. Ребята, я добавила еще несколько слов. Берега – края. Мой берег, мой край. И существительное яблоки. Яблоко – существительное среднего рода. Что вы заметили, ребятки? В мужском роде существительное во множественном числе имеют следующее окончание «и», «ы», «а», «я». Существительное женского рода во множественном числе имеют окончание «ы», «и». И существительное среднего рода имеют окончание «а», «я», «и». Вот наше правило. Существительное во множественном числе в именительном падеже мужского рода имеют окончание «ы», «и», «а», «я». Существительное женского рода во множественном числе имеют окончание «ы», «и». И существительное среднего рода во множественном числе в именительном падеже имеют окончание «а», «я», «и». выполним следующее упражнение номер 185 спешите подбирая к данным прилагательным подходящие по смыслу имена существительные во множественном числе выделите окончание обозначите рот хвойные смешанные лиственные что может быть ребята леса совершенно верно напишем существительные стоит во множественном числе выделим окончание и запишем скобках рот лес это существительные мужского рода во множественном числе имеет окончание а легкие белые пушистые молодцы облака облака существительные среднего рода во множественном числе как мы уже знаем имеет окончание а гласные согласные твердые могут быть звуки звук это существительное мужского рода во множественном числе имеет окончание и сочные вкусные зеленые яблоки запишем яблоко это существительные среднего рода а во множественном числе имеет окончание и сложные легкие круговые что может быть ребята движение 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 это существительные среднего рода во множественном числе имеет окончание я гранитные высокие мраморные стены можно подобрать это существительные стены стена существительные женского рода а во множественном числе имеет окончание и и последнее словосочетание зеленые свежие консервированные могут быть помидоры огурцы давайте запишем огурцы огурец существительные мужского рода во множественном числе в именительном падеже имеет окончание и молодцы ребята хорошо справились заданием прочитаете правила у вас в учебнике и выучите его наизусть на сегодня наш урок окончен но прежде чем попрощаться хочу напомнить вам о том чтобы вы соблюдали все правила личной гигиены избегайте контактов с заболевшими коронавирусом пользуйтесь защитной маской менять ее каждые два-три часа мойте руки после посещения общественных мест и конечно же перед приемом пищи и очень важно соблюдать режим дня высыпать хорошенько проветривайте комнату в которой находитесь занимайтесь физкультурой ешьте побольше овощей и фруктов не болейте будьте здоровы до свидания здравствуйте ребятам мы на уроке математики тема нашего урока сравнение дробей на числовой оси на предыдущем уроке я показала вам как сравнивать числа с одинаковыми знаменателями дробные числа а сегодня я вам покажу как сравнивать дроби на числовой оси как сравнить два любых числа на числовой оси давайте сначала вспомним как сравниваются обычные числа перед вами числовой луч и я записала числа от 1 до 7 как сравнить ребята давайте выберем два любых числа например 2 и 5 почему 2 меньше 5 потому что 2 находится левее от числа 5 5 находится правее от числа 2 вы помните чтобы сравнить любое число на числовой оси для этого нужно посмотреть где находится это число правее или левее если она находится левее от числа с которым мы его сравниваем она будет меньше если она находится правее от числа с которым мы его сравниваем она будет больше поэтому 2 меньше 5 сравним еще два числа 6 больше 5 почему потому что если вы посмотрите на числовой луч что заметите что 6 находится правее от числа 5 опять находится левее от числа 6 это говорит о том что 5 меньше 6 а 6 больше 5 это ребята вы давным давно знаете почему я сегодня вспомнила еще раз сравнение любых чисел на числовой оси потому что это нам поможет сравнивать числа дробные числа на такой же числовой оси вот теперь представим числовую ось запишем число 0 число 1 и представим ребята ряд дробных чисел или мы как называемых коротко дроби перед нами дробь 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 еще раз обращаю ваше внимание если числитель и знаменатель дроби равны то это дробь равна одному целому одной единице таким образом ребята сейчас вы видите что данный отрезок от нуля до единицы разделен на 8 равных частей это показывает знаменатель наших дробей теперь давайте сравним какие-нибудь две дроби ну например давайте 3 8 и 5 8 какая из этих дробей будет меньше и почему а какая из этих дробей будет больше и почему если мы вспомним алгоритм сравнение обычных чисел которые только что с вами повторили то мы с вами вспомним что если число находится левее от числа с которым мы его сравниваем она будет меньше а то число которое находится правее от числа с которым мы его сравниваем она будет больше поэтому мы можем записать дроби 3 8 5 8 и поставить между ними знак сравнения 3 8 меньше чем 5 8 а теперь обратим внимание вот на эту дробь 4 8 она занимает ровно серединку этого отрезка почему потому что если всего равных частей 8 то 4 это будет точно половинка от 8 поэтому мы можем сказать что дробь 4 8 занимает середину данного отрезка а середина данного отрезка вот мы обозначим цветными полосочками можно обозначить это одна вторая то есть ребята если у вас яблоко и вы ровно разделили пополам это яблоко то каждая часть будет составлять одну вторую сравните закрашенную часть дробью 1 2 и выразите дробью приблизительно давайте посмотрим на первый прямоугольник здесь мы видим закрашенную часть нам нужно эту закрашенную часть сначала сравнить дробью 1 2 1 2 мы только что с вами сказали что это половинка то есть разделим этот прямоугольник пополам а теперь посмотрим соответствует эта дробь 1 2 нашей закрашенной части может быть наша закрашенная часть меньше или больше она равна мы можем сказать приблизительно что наша закрашенная часть соответствует дроби 1 2 как видите я записала знак приблизительно теперь рассмотрим следующий прямоугольник здесь тоже закрашенная часть мы должны сначала сравните ее с дроби 1 2 для этого давайте разделим прямоугольник пополам теперь посмотрим закрашенная часть оказалось больше чем 1 2 то есть чем половинка а теперь мы должны сказать какую дробь приблизительно может обозначать закрашенная часть. Давайте разделим этот прямоугольник приблизительно на 4 равных прямоугольника, на 4 равные части. А теперь посмотрим, сколько частей составляет закрашенная часть. 3 части из 4. Вы помните, это приблизительно, поэтому мы записываем знак приблизительно и записываем дробь 3 четвертых. Теперь рассмотрим третий прямоугольник. У третьего прямоугольника тоже есть закрашенная часть. По условию задания мы должны сравнить ее с дробью 1,2. Поэтому разделим и этот прямоугольник пополам. И теперь посмотрим, закрашенная часть соответствует половинке меньше или больше. На рисунке видно, что она меньше, чем 1,2. А теперь мы должны записать приблизительно, выразить это дробью. Поэтому сейчас мы этот прямоугольник разделим на три равных части. И посмотрим, сколько частей соответствует закрашенная часть, сколько частей она покрывает. Правильно, она соответствует приблизительно 1,3. А теперь перейдем к заданиям на 69 страничке вашего учебника. Задание номер 1. Представьте сравнение дробей на числовой оси. Нам дается в первом пункте две дроби 2,6 и 5,6. И просят изобразить их на числовой оси. Для этого мы начертим числовую ось. Отметим число 0 и число 1. Вы помните, дробные числа у нас больше нуля, но меньше одного. И теперь, ребята, нам нужно разделить этот отрезок на равные части. А на сколько частей мы будем делить? Это показывает знаменатель дробей, которые нам предстоит с вами сравнить. То есть мы сейчас разделим отрезок на 6 равных частей. Делим отрезок на 6 равных частей. Теперь мы должны обозначить на числовой оси дробь 2,6. Отмечаем дробь 2,6. Она занимает вторую черточку. Можем также обозначить цветной ленточкой, провести цветным карандашом. Дальше, ребята, мы обозначим 5,6. Вот у нас на числовой оси появилась дробь 5,6. Ее можно также обозначить цветной ленточкой. И если, ребята, мы представили сравнение этих дробей на числовой оси, то по цветным ленточкам можно догадаться, какая дробь будет больше. Конечно же, 5,6 будет больше, чем 2,6. Поэтому мы можем записать и знак сравнения. 2,6 будет меньше, чем 5,6. Перейдем к пункту 2. В пункте 2 нам предлагают сравнить дробь 4,5 и 3,5 на числовой оси. Для этого мы изображаем числовую ось, отмечаем точку 0, точку 1. И теперь давайте вспомним, на сколько частей мы будем делить наш отрезок от 0 до 1. Это показывает знаменатель тех дробей, которые мы должны сейчас сравнить. 5. Поэтому мы будем отрезок делить на 5 частей. Разделим отрезок на 5 равных частей. Не забывайте об этом. Теперь изобразим дробь 3,5. Изображаем 3,5. Можно обозначить цветной ленточкой. А далее изобразим дробь 4,5 и тоже обозначим цветной ленточкой. По этим ленточкам очень легко определить, какая же из этих дробей будет больше. 4,5 будет больше, 3,5 будет меньше. Поэтому вместо и мы запишем знак сравнения. 4,5 больше, чем 3,5. Вы помните, если мы сравниваем дроби с одинаковым знаменателем, то та дробь будет больше, у которой больше числитель. 4 больше, чем 3. Поэтому вся дробь 4,5 будет больше, чем дробь 3,5. Перейдем к заданию номер 2. Запишите дроби, соответствующие закрашенным частям, в порядке возрастания. Что значит в порядке возрастания? То есть от самого меньшего к самому большему. Теперь давайте рассмотрим три наших оси. Первая ось. На ней малиновая полосочка, вы видите. На второй оси у нас зеленая полосочка и на третьей оси голубая полосочка. Мы должны определить, какой дроби соответствует каждая из этих трех полосок. У нас есть небольшая подсказка. Здесь у нас стоит дробь 3,6. О чем она говорит? Она говорит о том, что наш отрезок от нуля до единицы был поделен на 6 частей. А теперь давайте посчитаем. Малиновая полосочка соответствует какой дроби? Мы считаем 1, 2, 3, 4, 5. То есть мы можем записать 5 шестых. Теперь посмотрим, какой дроби соответствует вторая зеленая полосочка. Считаем 1, 2 и записываем 2 шестых. А теперь обращаем внимание на третий числовой луч. На нем полосочка. Считаем 1, 2, 3, 4. Она занимает 4 части из 6. Поэтому мы записываем дробь 4 шестых. А теперь давайте расположим эти дроби в порядке возрастания. Об этом говорилось в нашем задании. То есть найдем самую маленькую. По рисунку, ребята, видно, что самая маленькая из них это 2 шестых. Поэтому записываем ее 2 шестых. После дроби, после того, как вы записали дробь 2 шестых, вы должны поставить запятую. Запятая, ребята, ставится не внизу рядом со знаменателем, не наверху рядом с числителем. Она ставится ровненько, рядышком с той черточкой, которая обозначает дробную черту. Вот с этой черточкой рядом поставите и вы запятую. Дальше. 2 шестых мы уже отобразили. Теперь у нас остались 2 дроби. 5 шестых и 4 шестых. Какая дробь? Немножко больше, чем 2 шестых, но меньше, чем оставшаяся третья. Правильно. Сейчас у нас идет дробь 4 шестых. Она больше, чем 2 шестых, но меньше, чем оставшаяся дробь. Поэтому мы записываем 4 шестых и также обозначаем после нее запятую. Ставим запятую. И последняя дробь в порядке возрастания это 5 шестых. Мы записали с вами сейчас 3 дроби 2 шестых, 4 шестых и 5 шестых в порядке возрастания. А теперь перейдем к заданию номер 4. Изобразите 3 одинаковых квадрата. Разделите их на равные части и закрасьте красным цветом. 1 часть 1 квадрата, разделенного на 2 равные части. 2 части 2 квадрата, разделенного на 4 равные части. И 3 части 3 квадрата, разделенного на 6 равных частей. Дроби, соответствующие закрашенным частям каждого из трех квадратов, сравните с дробью 1, 2. И представьте полученные выводы на числовой оси. Такое большое задание, но мы с вами будем разбираться по частям. Поэтому вначале мы прочитаем, изобразите три одинаковых квадрата. Изобразили. Теперь над каждым квадратом придется еще поработать немножко. Первый квадрат делим на две части и закрашиваем одну часть. Так и поступим. Делим его на две равные части и закрашиваем одну часть. Далее, ребята, поработаем со вторым квадратом. Делим его на четыре части и закрашиваем две части. Делим на четыре и закрашиваем две. Теперь перейдем к третьему квадрату и поработаем с ним. Делим квадрат на шесть равных частей. разделили на 6 равных частей, а теперь закрасили три части. Переходим к следующему этапу. Итак, у нас получилось три квадрата. Первый квадрат поделен на две части, одна закрашена. Второй поделен на четыре части, две закрашены. Третий поделен на шесть частей, из которых три закрашены. А теперь давайте подумаем, какой же дроби соответствуют закрашенные части. На первом рисунке это одна вторая, на втором получается две четвертых, а у третьего квадрата получается три шестых. Мы записали дроби, которые соответствуют закрашенным частям этих квадратов. Теперь, что мы будем делать дальше? Представьте полученные выводы на числовой оси. Для этого мы нарисуем числовую ось. Это ось, которая предназначена для результатов по первому квадрату. Вы помните, мы его делили на две части и обозначили дробью закрашенную часть. То есть разделим пополам, закрасим ленточкой одну часть и запишем дробь. Одна вторая. Теперь такой же лучик мы изобразим для второго квадрата. Вы помните, мы его делили на четыре части, поэтому и числовой луч мы разделим на четыре части, а затем мы раскрасили две из них. Раскрашиваем каким хотите цветом карандаша, раскрасьте две части и записываем дробь, которая соответствовала закрашенным частям второго квадрата, две четвертых. А теперь точно такой лучик мы запишем и к третьему квадратику. Начертим луч, вы помните, насколько мы делили квадрат? Правильно, третий квадрат мы делили на шесть частей, поэтому и луч разделим на шесть частей, на шесть одинаковых частей. А теперь мы должны три из них раскрасить. Мы берем три части, обозначаем его цветной ленточкой и записываем дробь три шестых. А теперь давайте сравним. Дробь одну вторую, две четвертых и три шестых. Посмотрите, ребята, можно сказать, что эти дроби абсолютно одинаковые, потому что полосочки и первого луча, и второго, и третьего равны. Какой вывод мы можем сделать? Мы делаем вывод, что дробь одна вторая равна дроби две четвертых и равна дроби три шестых. То есть, ребята, у нас получилось ровные полосочки, которые соответствуют разным дробям, но эти дроби показали половину этого отрезка, данного на числовом луче. То есть, посмотрите, красная полосочка соответствует половине, так мы и записывали одна вторая, но и вторая полосочка соответствует тоже, ребята, половине второго числового луча. И третья полосочка, несмотря на то, что она занимает три части, но она соответствует половине третьего числового луча. Поэтому и получается, еще раз читаем, одна вторая равна дроби две четвертых и равна дроби три шестых, потому что все эти дроби это половинка от целого. А наш урок подходит к концу, ребята, и я хочу обратить ваше внимание на эти простые правила, которые вы должны соблюдать для того, чтобы не заболеть. В первую очередь, мойте обязательно ручки почаще, надевайте маски, не трогайте лицо руками, не прикасайтесь к лицу, и если вы выходите на улицу, соблюдайте дистанцию. Будьте здоровы! Я с вами прощаюсь, до новых встреч! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим на тему, как защитить свой организм. Ребята, ежедневные прогулки на свежем воздухе, регулярные занятия утренней гимнастикой, а также растирание тела влажным полотенцем дает положительный результат для человеческого организма. Это воздействует и на настроение человека. Помимо этого, ребята, есть еще несколько факторов, которые защищают организм человека от болезней. Давайте познакомимся с некоторыми из них. На следующем слайде, ребята, у нас есть главные факторы здоровья. Давайте рассмотрим их. Это режим дня, движение, питание и закаливание. Теперь, ребята, давайте рассмотрим каждый из этих факторов по отдельности. Когда мы говорим, что человек состоит из воды, то понимаем, что 80% человеческого тела состоит из воды, но в течение дня человек теряет значительное количество воды. Поэтому следует обязательно пить чистую воду, чтобы возобновить водный баланс организма. Помимо этого, ребята, также мы с вами должны знать, что большую роль в защите организма человека играет и питание. Человек должен питаться строго три раза в день, не переедать ни в коем случае, потому что если человек переедает, то он излишне нагружает свои пищеварительные органы, а это отрицательно сказывается на организме человека. Если человек часто будет питаться и переедать, конечно же, он в скором времени заболеет. Не забудьте в свой рацион включить побольше фруктов и овощей. Помимо этого, ребята, есть и еще еда, которая не полезная. Эту еду, ребята, мы называем фастфудом. Фастфуд и подслащенные газированные напитки также отрицательно сказываются на организме человека, поэтому их надо употреблять все меньше и меньше. Когда мы говорим фастфуд, то можем понять, как бургеры или же чипсы – это все относится к вредной еде. Почему они вредны для организма человека? Потому что их готовят очень быстро, и в основном эта еда съедается на ходу. Теперь рассмотрим, ребята, следующий слайд. Здесь мы видим, как семья за столом обедает, и вы, ребята, старайтесь не кушать на ходу или же стоя. Обязательно нужно сидеть и кушать в нормальных условиях, то есть за столом. Если, ребята, вы устали, то обязательно нужно отдохнуть, потому что от усталости у человека появляется нервозность. А что же такое нервозность? Нервозность, ребята, это раздражение на всякие мелочи, то есть человек раздражается от всякой мелочи. Поэтому, ребята, если вы устали, то обязательно нужно отдохнуть, потому что нервозность в скором времени может привести к более серьезным последствиям, к более серьезным болезням. В наше время, ребята, невозможно представить человека без мобильного телефона или же компьютера. В данный момент у всех детей даже есть мобильные телефоны. Но использовать мобильный телефон в качестве игрушки – это неправильно, потому что у детей мы знаем, что черепная кость очень тонкая, а мобильные телефоны излучают радиацию, которая очень-очень негативно сказывается на организме детей. Поэтому во многих странах есть запрет на использование детьми мобильных телефонов. Даже во многих развитых странах дети до 12 лет не могут пользоваться мобильными телефонов. Но не забывайте, ребята, что если мы будем соблюдать правила пользования мобильными телефонами, конечно же, мобильный телефон может стать нашим помощником. Теперь давайте мы с вами познакомимся, с какими же последствиями можем столкнуться, если будем часто пользоваться мобильным телефоном. Значит, если мы будем очень часто пользоваться мобильным телефоном, мы можем нарушить свой сон, дальше увеличивается стресс, это вызывает проблемы с сердцем и внутренними органами, распространяется инфекция, которая бывает на поверхности мобильных телефонов, дальше может ухудшиться слух или же зрение, а также могут возникнуть проблемы с позвоночником, так как человек, когда много играет с мобильным телефоном, то у него нарушается осанка. А теперь давайте рассмотрим с вами, ребята, правила пользования мобильным телефоном. То есть как мы должны пользоваться мобильным телефоном, чтобы не навредить своему организму. Значит, мы должны мало говорить по телефону, не класть телефон под подушкой, обязательно, когда вы спите, не кладите под подушкой телефон, потому что мы сказали, что телефон излучает радиацию. Для защиты внутренних органов не кладите телефон в карман одежды, обязательно носите телефон или в сумке, или же в портфеле. Нельзя пользоваться телефоном, когда он подключен к электрической сети. Дальше. Дома желательно пользоваться домашним телефоном и выключать мобильный телефон. Помимо этого, ребята, мы часто с вами сидим за компьютером. Но использовать компьютер правильно также нужно, как и мобильный телефон. Есть такие люди, которые часами сидят перед компьютером. Они, ставившись на монитор, сидят и кушают, и пьют за компьютером. Конечно же, это уже называется зависимостью от компьютера. У этих людей также бывают нарушения зрения, слуха, осанки и многие другие проблемы. Поэтому, ребята, мы также должны учитывать и правила пользования компьютером. Например, если мы сидим долгое время за компьютером, то мы должны менять свое положение тела очень часто. Также нужно проветривать комнату. Нельзя в спальную комнату класть компьютер. Также, ребята, не забывайте, что если человек очень часто сидит за компьютером, то он становится нелюдимым. А кого называют нелюдимым человеком? Нелюдимый человек – это человек, который избегает людей, любит одиночество. Я думаю, что каждый из вас будет беречь свое здоровье и прислушаться нашим советам. Теперь, ребята, давайте вместе с вами посмотрим вопросы и задания по учебнику. Первый вопрос. Найдите, к чему имеют отношения ниже приведенные признаки. Еда готовится быстро, в большинстве случаев съедается на ходу, больше всего этой едой пользуется молодежь, наносит вред здоровью. О какой же мы с вами еде говорим? Верно, ребята? Правильный вариант – это фастфуд. Рассмотрим второе задание. Почему мобильные телефоны считаются опасными для детского здоровья? А. Мобильные телефоны отвлекают детей от учебы. Б. Приобретение мобильных телефонов для детей наносит ущерб семейному бюджету. В. Черепная кость детей более тонкая по сравнению со взрослыми. Давайте посмотрим, а какой вариант будет правильным. Верно, молодцы, ребята. Правильный вариант – В. Мы в начале урока с вами сказали, что по сравнению со взрослыми черепная кость детей более тонкая. Рассмотрим третье задание. Где наиболее безопасно носить телефон? А. В кармане. Б. В руке. В. В сумке. Правильный вариант – это сумка. В сумке более безопасно носить телефон, потому что мы менее будем подвергаться радиации. Теперь рассмотрим домашние задания. Выучите, пожалуйста, ребята, тему на странице 61-64 и запишите несколько пословиц про здоровье. Ребята, в нынешнее время, во время пандемии, не забудьте носить маски, держать дистанцию и не появляйтесь в общественных местах. Почаще мойте руки. Выполняя эти простые правила, вы можете уберечь и себя, и своих близких. До свидания, ребята. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин